Нина Алексеевна, действительно, лечебное свойство яблочного уксуса известно еще со времен древнего Египта. И сейчас к нам в студию выйдет замечательный наш гость, который написал труды о яблочном уксусе. Он знает о нем абсолютно все и пользуется огромным уважением большого числа людей. Итак, встречайте, доктор медицинских наук, профессор Иван Павлович Неумывакин сегодня у нас в гостях. Иван Павлович, дорогой, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть, вас праздникам. Доброе здоровье. Прошу вас, присаживайтесь, пожалуйста. Иван Павлович, ну вот видите, какая проблема у женщины. 200 килограмм, ну это прямо что-то уж совсем печальное. И верят в яблочный уксус. Так все дело в том, что яблочным уксусом можно лечить все, что хотите. Яблоко при брожении образует, вернее выделяет туда больше 20 основных необходимых элементов, без которых наша жизнь невозможна. Клетчатка там есть, ферменты есть, фектины есть, витамины есть, аминокислоты есть, все основные микроэлементы есть. Но самое главное, там содержится это бета-каротин. А бета-каротин это мощнейший антиоксидант, который убивает свободные радикалы, которых обвиняют в старости, которые обвиняются в различных заболеваниях, в том числе онкологии. Иван Павлович, вы нас уговорили. Мы готовы лечиться яблочным уксусом. Что же все-таки делать, Нина Алексеевна? Протирание кожной поверхности, это раз, через кожу всасывается. Только туда в яблочный уксус, в бутылках продается, добавить немножко соли. Ну, например, на литр одну-две чайных ложки. Зачем это надо? Соль это гипертонический раствор. Грязь оттуда выволакивает, а то, что в яблочном уксусе есть, все впитывается туда внутрь организма. И начинает лечить. И микроэлементы, и калий, и все, что угодно. Без чего организм жить не может. Это раз. Второе. После шести часов никогда ничего таким людям кушать нельзя. И на этом фоне принимать в том числе яблоки в печеном, моченом виде, в сыром виде, как хотите, и воды. Вот этой женщине не хватает нормальной физиологической воды. Но ей нужно пить не менее 2,5-3 литров. У нее нет промывочного материала. Если можно задать ей вопрос вот сейчас, она пьет воду, ну, максимум 1 литр. Ей не хочется пить. А врачи говорят, вы и так полный, вам нельзя пить. А ей надо пить много воды, как вы сказали, и протираться яблочным уксусом. Да, посипедно только увеличить почки, приучить. Надо к этому большому колитцу воды. Если этого не будет делать, она еще больше отекать. А вот такой режим, как я вам сказала, это лучшее противотечное средство. Вода грязная выходит, она начинает медленно, посипедно приходить. То есть, ваши рекомендации, вот этот раствор, это вода. Протирать яблочным уксусом, кратч очень хорошо при пролежье. Отеки снимает яблочный уксус. Потрясающе просто. Лена, и если Нина Алексеевна это все будет делать, что Иван Павлович сказал, я думаю, что у нее начнет все получаться. Она вообще симпатичная женщина, ей надо физическую нагрузку и яблочный уксус. И у нее все получится, и я думаю, что она еще придет к нам в студию. Да, еще Нина Алексеевна, что вы никогда после еды не пили. Вы должны пить эту воду, яблочный уксус, ну, столовая ложка на стакан воды, например. Вы должны пить натощак. Если вы будете во время еды принимать воду или сразу после еды, никогда вы не поправите, вернее, не улучшите свое состояние. Пить воду, это как пища, вы должны натощак. Действительно, я думаю, что у нас сейчас посмотрит наша героиня видеосюжетов все, что вы сказали, и действительно с собой займется. Тем более, что возможность теперь у нее такая есть. Яблочный уксус вообще по своей сути является концентрацией всех полезных свойств яблока. Да еще в таком прекрасном переработанном виде, да еще можно хранить его очень долго.